Первый вопрос, который затрагивает в своем существе и богословии, со стороны того, как к нему относиться. Просто всегда можно к богословию отнестись, как мы в прошлый раз обсуждали, как своего рода выдумкам. Ну там, мифам каким-то там, да, там. У нас всегда есть возможность к реальности как-то отнестись, поскольку у нас есть свобода относиться к миру. Да, и мы можем в этот мир также спроектировать всякого рода свои конструкции. Получится так, что мы будем принимать за нечто реальное вот то, что сами же мир распроектировали. То есть то, что сами же мир внедрили, да. Через вышление, через собственное, может быть, даже фантазирование и прочее. Собственно, так объясняет любая атеистическая литература, да. Она именно так, такой подход к религии для ней стандартный. Да, он всегда пытается объяснить религию, исходя из того, что поскольку этот произвол в присутствии, да. Поскольку мы можем действительно некие свои вытунки или свои конструкции проектировать на мир, то, собственно, религия – это просто яркий пример такого рода деяния. И они пытаются естественно научным образом объяснить все такие вещи. как образовались представления о богах и прочее, прочее. На самом деле, если подойти к этому вопросу, вот... И это тоже важно, на самом деле, да, это просто обсуждать. Для того, чтобы подойти к этому вопросу с позиции методологии, то такой подход он сам себя опровергает. Он опровергает себя в том смысле, что у нас других способов постигать мир, да, других способов постигать, в том числе, рецидентное, нету, кроме как проектировать собственные конструкции. То есть, из того, что мы реально всякий раз вынуждены для того, чтобы понимать мир, выстраивать теории, не следует, что эти теории просто выдунки. И если мы постигаем небо, да, если мы постигаем трансцендентно, исходя вот из такого подхода, то есть, мы пытаемся выстроить то, что порядок небесный согласно порядку земному, то есть, тому порядку, который нам доступен, из этого просто следует, что у нас других способов постигнуть этот порядок нет. Вот и все. Поэтому отношение к атеизму может быть всегда только к некому наивному философству. Наивное философство всегда думает, что оно умнее всех, да, то есть, оно думает, что есть некий критерий, по которому можно отличить подлинные конструкции, да, от конструкции вымышленных. Ну, понятное дело, что в науке, наверное, есть критерии, да, там, это эксперимент, опыт. А если мы поднимаемся сферой философии, какой же здесь будет критерий-то? Тут уже критерий опыта никакой не действует. Мы уже здесь не можем для этого руководствоваться теми критериями, которые существуют там естественно-научных дисциплин. Нам приходится довольствоваться тем, что вот есть некие необходимые способы мышления, есть некие необходимые способы рассуждения. Вот, например, как в прошлый раз мы пытались обсуждать первопричину, да, это есть необходимый, один из необходимых способов мышления. И тут уже ничего сделать нельзя. Мы просто понимаем, что вот мы должны этот способ мышления додумать до конца. Он остается там непонятным на самом деле, можно ли этот способ мышления проектировать в мир, или идет ли речь о мире, или это только наша конструкция. Или на самом деле это же наша конструкция касается также и мира. То есть вот здесь вот это вот есть принципиально, разрешаемая дилемма, и поэтому здесь невозможно решить вопрос о том, что когда мы занимаемся богословием, мы занимаемся самой сутью дела, как оно есть, или на самом деле мы занимаемся только возможностями, да, которые есть внутри наших способностей. То есть внутри, допустим, нашего сознания есть какие-то возможности, они открыты, и внутри этих возможностей мы можем обсуждать, допустим, такую конструкцию, как абсолютное сознание, такую конструкцию, как Бог, и прочее. Вот этот вопрос важен просто, его надо один раз обсудить. Тут как бы сразу вот возникает такая фигура, как Фейербах, да, он просто после Гегеля возникает, как бы вот Гегель был теологом, да, и он говорил о том, что представление о Боге – это есть необходимое представление, а Фейербах, конечно, тоже говорит о том, что представление о Боге необходимо им является, но тем не менее, а в каком-то отношении это, ну, проектирует собственные какие-то конструкции в мир, тем самым это только наше, если не выдумка, то, по крайней мере, это только наше чаемое желание, но ни в коем случае нереально. Но вот этой дилеммы, да, которая вот здесь вот возникает между Гегель и Фейербах, на деле такой дилеммы нет. То есть на деле как бы и та, и другая позиция одинаково обоснованы, и одна не опровергает другую, да, она скорее каждая просто дополняет друг друга, да, всегда вот эта есть двойственность, да, вот в таких вещах, как философия. То есть у нас нету независимого критерия, по которому мы могли бы установить истину, да, подлинность. Как на самом деле? Мы не можем выйти за рамки своего сознания, да, все всегда будет в рамках нашего сознания, да, и мы всегда будем ко всему относиться субъективно. Мы никогда не сможем понять, на самом деле, да, что является только человеческим, а что является подлинным, да, вот божественным. Ну, мы сейчас богословием занимаемся, поэтому мы не обсуждаем, как в науке. В науке, конечно, есть такой критерий. На философии такого критерия нет. Богословие точно так же, такого критерия нет. Богословие или теология является частью философии. Просто предметом в данном случае является абсолют. И когда мы точно так же обсуждаем абсолют, да, мы вот должны это понимать, да, что речь не идет о никаких выданках. Значит, что речь идет о некой возможности, о некой необходимости, которая также присутствует мышлением. И мы должны ее обсуждать. Ну, вот только в этом вопрос, на самом деле. Есть мысли о Боге и вообще, как бы, идея Бога, действительно ли они необходимы, логически, как бы, мыслительно, вот, безотносительно того, реальный это объект или нереальный? Ну, вот мы обсуждали понятие первопричины в прошлый раз. Это вот один способ обсуждать нечто, относящееся к Богу, да, с необходимостью. Но это вот тоже, как бы, сразу ставит вопрос, можно много таких первопричинно, там, создатель, там, еще что-то, можно много придумать, как бы, аспектов, вот, они объединены под одним именем Бога, да, правомерно это объединение или нет. Потому что первопричину обсуждать, это еще не значит Бога обсуждать. Первопричину все-таки может обсуждать и атеист. Вот, его, как бы, ошибочно сразу будут приписывать прелигиозным людям, но нет, причем, как бы, есть там причины, есть первопричины. Вопрос о синтезе, да, то есть вопрос о том, каким различным образом одни представления, все представления сводятся к некому одному субъекту, это вопрос, который лежит внутри богословия. Мы должны изнутри богословия, да, вот, то, что можно было бы назвать феноменологией абсолютного субъекта, да, это установить. Может, есть ли такая возможность свести, или нет такой возможности. Ведь если вдуматься, на самом деле, если взять просто философию сознания, то ведь даже, чтобы для того, чтобы свести все многообразие человеческого опыта, так, к единому субъекту, тоже нужно что-то, как бы, сверх какое-то высказывать, да, мы не можем это сделать непосредственно. Мы не можем, на самом деле, все многообразие человека свести к одному субъекту, что субъект, фактически, как бы, над этим всем многообразием просто учреждается. То есть, эта проблема, она общая, она не касается только одного абсолютного субъекта, она касается даже обыкновенного субъекта, который фигурирует в метафизике, да, как познающий субъект. Есть ли такой субъект, как одно, или все-таки он разваливается на много субъектов, как мы это много раз обсуждали? Это та же самая проблема, на самом деле. Потому что каждый раз, ты правда. То есть, мы сегодня обсуждать позицию абсолютного субъекта со стороны мышления, то он будет нечто мыслимое, да? А если мы будем обсуждать абсолютный субъект со стороны переживания, то он будет нечто переживаемое. Переживаемое и мыслимое относится ли к одному субъекту? То есть, к этому одному абсолютному субъекту? Это не абсолютный субъект, это как бы часть Бога, или это Бог, это другое его имя, или это постороннее определение. Мы очень много перескапливаем, это раз как бы абсолютный субъект. Мы говорим так, что предварительно то, что относится к абсолютному субъекту, это просто некое предварительное расширение понятия субъекта, это естественное расширение. Мы говорим, что наш субъект это конечный, есть ли некий предельный субъект, абсолютный, в том понятии как субъект можно такое ввести определение, пока просто неопределенное, отличное от нас в каком-то отношении предельное. И тогда мы можем пытаться понять, что бы к нему могло относиться. Допустим, если мы берем первопричину. То есть первопричина, если мы говорим, что это и есть абсолютный субъект, то можем ли мы потом к этой первопричине отнести, допустим, переживаемое, нечто переживаемое в каком-то религиозном чувстве. То есть это как бы то, что мы переживаем, поскольку здесь способ доступа другой, способ через переживание. И объект, получается, это то, что переживается. И доказать, что это тот же самый объект, как тот, который является первопричиной, это на самом деле не так просто. То есть это, я бы сказал, даже невозможно. Но здесь, мне кажется, можно сделать такой ход. А поскольку мы занимаемся многословием именно сознания, то можно было бы сказать, что вот есть некое место в сознании, или лучше вот я подумал, топос, да, греческое слово, означающее место, чтобы просто оно звучало красиво, просто место звучит как-то там обыденно, тут как-то будет необычно звучать. Вот есть некий топос в сознании. Вообще, надо сначала, конечно, пообсудить, что значит, почему в сознании вообще могут быть топосы. Мы в прошлый раз пытались уже к этому топосу подойти, но сейчас мы потом позже, может, обсудим. А вот если говорить предварительно, вот есть некий топос, и к этому топосу можно подходить с позиции переживаний, может быть, с позиции мышления, может быть, с позиции воображения и прочей позиции, с позиции языка. Остается ли вот этот топос одним и тем же? И существует ли вообще такая возможность, что если в нашем сознании есть некий топос, то к этому топосу можно подойти различными способами. То есть топос, как нечто данное, он будет уже не зависеть от способа, каким мы к нему подходим. Или все-таки это иллюзия. Что на самом деле всякий раз, когда способ доступа, например, через мышление, всегда надо будет давать Бога только как мысленное. И этот топос просто не получится так, что мы будем удерживать его с помощью сознания, как некий топос, а мышление, по-моему, по стебе. Не получится так. Или получится все-таки. Что мы удерживаем некий топос в сознании, мы его фиксируем как топос. Для того, чтобы понять, что такое вообще топос, для этого надо обсудить, что такое сознание. В сознании мы говорили, что представляет собой нечто пространственное. В том смысле, что оно является как бы промежуточное. Я сейчас говорю для того, чтобы говорить попроще. Это промежуточное между воспринимаемым и мысленным. То есть мысленное оно постигается как бы в понятиях, а воспринимаемое оно дано пространством. И вот нечто среднее между ними, что является основанием того и другого, является сознание. Оно и пространственное, и как бы вот абстрактное. Оно абстрактное и пространственное. И оба этих характеристики просто укладываются в понятие схемы. Схема с одной стороны пространственная, а с другой стороны абстрактная. И что значит топос? Если сознание такое нечто пространственное, то можно говорить, что в этом пространстве, в неком конфигурационном пространстве. Почему конфигурационном? Потому что это пространство скорее отношений. Потому что это не пространство в нашем смысле, а пространство в том смысле, что в нем есть отдельные места. И эти места как-то взаимно однозначно, относительно друг другу упорядочены. Мы понимаем, например, что есть мышление, что есть восприятие. Мы не понимаем, как они расположены внутри этого конфигурационного пространства. Мы понимаем, что они различны и как-то друг к другу соотносится. У нас есть, так скажем, память, есть язык. И это пространство, более того, это не только пространство внутреннее, оно еще и спроектировано в мир. И мы понимаем, что весь мир, как мы его видим, тоже в каком-то отношении он дан нам в сознании. То есть вот этот дом напротив, вот этот шкаф, рядом человек и прочее. Вот это вот рядом, выше, ниже и прочее. Они тоже не просто так нам явлены, они упорядочены в каком-то пространстве конфигурационном. Они как бы находятся постоянно в отношении. Потому что мир для нас это не хаос. Он заранее нечто упорядоченное. И упорядочено не только потому, что мы унесли этот порядок. Хотя это тоже важно. Мы построили дороги, мы построили дома. И мир стал упорядочен. Но и изначально он как-то был упорядочен. По крайней мере, у него есть верх и низ. Всегда было так, право и лево. Некая симметрия присутствует. Какая-то протяженность, да, присутствует. Ну, много есть всяких характеристик, которые можно было бы это пространство описывать как пространство одновременно и внешне, и как пространство тоже во время наше. Почему оно наше? Для этого можно поставить простой эксперимент. Это просто перед собой поставить стекло или подойти к окну и попытаться заточиться именно на окне. И предметы помечать, допустим, точками на этом стекле. И между ними указывать отношения. Сразу можно увидеть, на самом деле, что то, что можно назвать геометрием, оно прям наложено, всё вот это наше представление о том, как может быть устроен пространца – оно прямо на мир наложено. То есть у нас в мире есть некое расслоении на 2 пространства. Одно пространство – можно было бы сказать, оно как реальное пространство – пространство воспринимания. А другое пространство наше конфигурационное пространство сознания. И вот в этом конфигурационном пространстве, которое и внутри нас, и вовне, есть определенного рода топосы. Есть топос мышления, есть топос, например, нашего субъекта, то, что мы понимаем как «я». Может быть, не очень четко, возможно, мы не можем его определить. Но когда я говорю «я», всем понятно, что это такое. Мы можем говорить о переживаниях, о каких-то даже конкретных переживаниях, страхах, радости и прочей, ностальгии. А можем говорить о топосах, допустим, выси. Вот в этом пространстве конфигурационном, видите, на самом деле, понятие бесконечности для нас ведь не просто является понятием. А ведь в этом пространстве мы как бы видим бесконечность. Для нас есть нечто, что вот вблизи меня, а есть нечто, что вдали. И как бы у меня присутствует тут понятие предельного перехода. Тому, что каждый раз дальше, дальше, дальше и куда-то в бесконечности. И точно так же и вверх, да, вот если понимать уже, вот пространство реальное, оно может быть и однородное, да, изотропное может быть, да. А вот наше конфигурационное пространство, которое мы живем, оно не изотропное, оно не однородное. Я уж не знаю почему, в силу биологического особенностей и прочее. У нас действительно вот есть нечто, что мы понимаем как низ, куда можно падать. Есть нечто, что мы понимаем как выси, куда можно возвышаться. Да, у нас есть как бы вот и нечто правое, мы говорим быть правым, да, там, то есть быть, это и нечто левое, да, мы говорим вот как-то там по-левому что-то произошло. То есть, сами отношения, вот эти пространства, они входят в нашу жизнь, да, не только метафорически, а в принципе мы живем вот именно в каком-то вот таком конфигурационном пространстве, в смысловом. Оно как бы напряженно, оно как интенсивности. Там где-то интенсивности больше. Для верующего человека очень много интенсивности наверху, да. Для неверующего человека эта интенсивность рассеяна, скажем, вширь, да. Для него, допустим, важно там нечто другое, допустим. Кому наука важна, кому семья, кому что-то, да. Вот эта интенсивность откуда наберется? Мы как бы сами расставляем коэффициенты важности, если так можно было бы сказать. Как там? Плюсом. Веса, веса. Вес добавляем, да, каждому. Вот, например, верующий человек, для него понятие выси, да, и то, что в этом выси есть нечто некое абсолют какое-то, нечто, находящееся как бы на бесконечности, да, вот. Даль-даль-даль, но он как бы на бесконечности с одной стороны, а с другой как бы вроде и близкой, да. Вот это нечто становится бесконечно важным. И если человек все больше и больше как бы укореняет себя в Боге, да, вот и все больше и больше Богу стремится, оно все больше и больше становится напряженным. И тогда вырастает вот то место, которое я назвал местом Бога, да. Вот этот топос Бога. Но он на самом деле ведь у каждого человека всегда присутствует. Например, неверующий человек или атеист, он может сказать, что для меня такого топоса нет. Но он ведь тоже так же человек. Это означает, что если у кого-то, у человека есть такой топос, то и у него он есть, но он просто не задействован. Или на этот топос он, например, поставил самого себя. Есть некая ввысь, и какой-нибудь эгоист на эту ввысь поставил самого себя. Булат, если не брать эгоиста, ты считаешь, что у каждого человека есть этот топос? Конечно. Как возможность. Но он не обязательно осуществлен. У верующего человека он осуществлен, потому что для него это реальность. Вот это конструкционное пространство, оно как-то для нас как... Это и есть то, что мы называем реальным. То, что оно восприятие... То есть все понятно. Вопрос-то в другом. Помнишь, ты говорил как-то про множественность культур, про множественность различий, несводимых к единству и так далее, и так далее. А здесь у тебя есть и человек, так все, у него сразу топос. Понимаешь, мне как-то мало интересно, задействованный, не задействованный. Он есть, но не задействованный. Вот это неинтересный разговор. Было бы интересно, если бы он как бы... Его нет, потому что... Потому что его нет в реальности этого человека, понимаешь? Нет, по крайней мере можно сказать одно. Но для европейского человека, выросшего в европейской культуре, так или иначе этот топос есть. Просто как бы он культурно заложен. Хотя бы так можно сказать. Нет. Просто у атеистов он представляет из себя действительно топос зиянет. То есть как бы место действительно остается, но оно пусто. Вот, оно как бы зияет и... А в то же и что это�� есть, то есть Бога. То есть место есть? Нет. Он ведь так заявляет. Ах, отрицает это место. Понимаешь, топос для него есть. Он его просто отрицает. То есть тот топос, на который ты указываешь, как на топос Абсолюта. Не поняла, я сейчас. А теист заявляет, что Бога нет. Он с одной стороны... Значит, половиной фразы он заявляет, что Бог как бы есть, а другой половиной его отрицает. Сначала он полагает, а потом отрицает. То есть, если правильно его понять, это означает, что топос у него есть. Когда ты говоришь о Боге, он понимает, о чем идет речь. Он просто этот топос отрицает. Он не отрицает сам топос. Он говорит, что он... Да, он не топос отрицает. Он отрицает содержательность этого топоса. Святое место пустое. Да, именно так. Не бывает. Вот это святое место, это очень хорошее. Брос хороший, потому что я об этом даже не думал, действительно. То самое святое место, да. Видите, даже в нашей культуре возникает даже понятие святое место. Это как раз тот случай, когда есть смысловое наполнение, скажем так, чего-то, но нет переживания. Ну, поэтому, грубо, закономерно вполне отрицание. Что ты скажешь? Понимаешь, почему еще нельзя с тобой согласиться, как ты говоришь, что у кого-то такого топоса нет. Очень важно, в том числе и для христианства, что люди равны. Я предполагаю. Для христианства-то понятно. Я не утверждаю. То он-то и делал. Если у одних был бы топос, а у других не был бы топос. А как бы ты тогда могла к нему проповедь обратить? Тогда получается, что какой-то человек... Только замечу, у тебя равны превратились в одинаковые. Очень важно, что люди равны. Ты как бы сам молчаливо предполагаешь, что если у кого-то такого топоса нет, допустим, в другой культуре выросшего, значит, он как бы не равен нам. Не просто он отличен от нас, а он не равен. Он как бы, видимо, где-то ниже находится, так сказать, в иерархической какой-то лестнице. Нет? Поймали? На слове. Ну, короче, понятно все. Да, на самом деле здесь нет, конечно, отождествления между равным и одинаковым. Просто мне казалось, что возможность должна быть у всех. Ведь даже у тех, у кого в культуре, может быть, нет представления о Боге, им возможность все равно должна оставаться. Какая-то высота у них есть, просто она занята другим. Понятие выси. Ведь согласитесь, что есть некая симметрия, да, вот, в силу, может быть, закона тяготения, да, что он действует как бы на нас. И мы понимаем, что вот, как бы, вот, есть тела падают на землю, да, и вот, как бы, есть некая, видите, это центральные силы, что они центральные. Это самое главное. То есть у нас есть некая, как бы, да, вот, выси. И то, что ты, Антон, когда-то в свое время хотел там, метафизику высиивать. Потому что, действительно, феноменологически, определенно, наше пространство, конфигурационное, не из-за тропа, да, но определенным образом организовано. И вот это организовано, оно не только в смысле просто пустого пространства. Нельзя же так сказать, действительно, наивно, что это пространство просто физически таково. Для нас, для нас, и эта культура показывает, и жизнь отдельных людей, оно и смысловым образом так организовано, да, то есть иерархически. Есть некая высь, есть некий низ. Даже вот представление о рае и аде, да, вот, есть как баак какой-то, почему-то внизу, да, потому что, в принципе, высь есть вот это вот измерение, да, иерархически. И о рае где-то вверху, как бы, на небе. И Бог живет тоже на небе. Это же не надо понимать, что там космический корабль запустили, а Бога там не нашли, да, потому что он должен был быть где-то там, на небе. Нет, просто так устроен мир, что вот это на небе надо понимать, как некому вот вершине нашего конфигурационного пространства, сознания. Где-то в нашем сознании представление просто такового, что есть некая высь, некий низ. Вот в этом высе живет, знаете, если брать, например, древние метаболы, то там же вот какие-то небеса, не просто небо, а небеса. И там по-разному, там три, там бывает семь небес, там разные аналогии, сколько небес. Ну и, соответственно, там и внизу у нас ад какой-то, да, там, это, то есть... Тоже семь кругов. Или сколько? Там... Девять. По-моему, девять кругов Ада, да, тоже там только как бы иерархичность. А, ну на самом деле я просто хотел описать, что такое... Что такое сознание, да, в смысле того, что оно пространство. Да, вот оно какое-то такое конфигурационное пространство, и в этих пространствах есть некий топос. Да, и можно эти топосы обсуждать в рамках метафизики, да, допустим, пытаться построить там философию сознания, а может подвинуться дальше неким предельным сущностям, да, такими как Абсолют. И вот если мы как бы теперь вот говорим о том, что можно задать такой топос, да, что вот топос Абсолюта, можно ли теперь говорить о том, что вот он уже задан, и он где-то есть, и мы теперь можем к нему с помощью различных способностей возноситься для того, чтобы его постигать. Можно ли так говорить? Или все-таки так и получится, что каждая способность будет все-таки создавать некий свой объект? И вот и представление о таком топосе, оно феноменологически неоправдное. То есть получится так, что топос, который существует в сознании, удерживается сознательно, это одно. Переживаемое с помощью переживания, да, то, что можно было бы назвать там религиозным переживанием. Но объект религиозного переживания это другое. Объект мышления там, как понятие, это третье. И нельзя было бы все это свести к одному. Вот тот самый развод, с чего мы начинаем. Или все-таки можно? Мне кажется, почему-то можно. Что если мы все-таки такой топос задаем, что вот есть некая высь, и пытаемся к этой высь адресоваться, то можно, мне кажется, попытаться вот все это объединить. Конечно же, это объединение в каком-то отношении тоже будет учреждаемое объединение. Потому что для кого-то, например, кто-то может эту высь учредить по-другому. Он может, допустим, на эту высь поставить самого себя. А кто-то может поставить, допустим, в человеческий род. Возможно же религии в пределах только разума. А кто-то может деньги поставить. Ну, все что угодно можно сказать. И проиграть. То есть этот топос учреждаемый. Но это не означает, что его нет. Вот в чем проблема. То есть содержательность его можно учредить по-разному. Конечно, деньги-то есть. Точно. Это аналогично тому, как мы учреждаем самих себя как субъекта. И мы можем учредить себя по-разному. Один может учредить себя человеком, который бизнесом занимается. Другой может учредить себя философом. Другой может учредить себя поэтом. Четвертый, допустим, учредить себя семьянином. То есть каждый может себя учредить. Отвечая на вопрос, кто ты такой, как субъект. Он может содержательность этого субъекта учредить по-разному. В зависимости от того, что он считает существенным. Так же и в отношении этого топоса. Топоса абсолюта. Кто-то его может отрицать, допустим. Сказать, что такого субъекта нет. И все. Ведь точно так же можно и относительно человека сказать, что на самом деле нет никакого субъекта. Что представление о субъекте – это представление метафизическое. И оно не имеет никакого отношения к реальности. И там, допустим, какая-нибудь психология будет доказывать, что человек – это многообразие, не имеющее никакого единства. По поводу вопроса того, как к этому топосу относятся множество способностей. Получается, что вот эти топосы сознания – это по сути слова. То есть, допустим, имя «Бог» не является каким-то топосом. То есть, если сознание перевести на план языка, вот эту схему перекинуть, она каким-то образом… Я считаю, что ты под топосом понимаешь именно нечто места в пространстве конфликуционном. Но место, да, место. Слово – это все-таки уже обозначение этого места. Если бы это было просто слово, это как бы другой разговор. Нет, есть просто слова без места. Суть в чем? Суть в том, что мы обнаруживаем, что все эти способности обращаются к одному и тому же месту, тогда именно, когда они начинают конфликтовать друг с другом. Когда нам, допустим, религия разума, философия, говорит про Бога что-то одно, некие логические высказывания, заключения, некие построения, опыт религиозного говорит другое, еще что-то там говорит третье. И вот, допустим, Соня, как верующий человек, сидит, ей рассказывают что-то там про Бога, а у нее получается, что на это место претендуют сразу несколько вот таких вагов, и они конфликтуют. Место действительно оказывается одно. Если бы они не встречались и не относились к одному и тому же, если бы они не относились к одному и тому же, они бы не встречались и конфликта бы не было. А этот конфликт и происходит. И просто этот конфликт, и это столкновение, оно схоже с тем столкновением, которое происходит, когда одним именем называют несколько разных вещей. Или несколько разных вещей пытаются объединиться под одним именем. А вот, всякий раз давай удерживать все-таки, опять же, человеческого субъекта. Ведь мы же говорим о том, что мы можем постигнуть абсолютный субъект, только исходя из того, что мы имеем, да, и что мы понимаем. Мы понимаем только субъекты как такового человечества. И мы можем, не исходя только из конструкции этого субъекта, также судить о субъекте абсолютном. Мы обсуждали много раз, что на самом деле такой субъект в реальности не обнаруживается. Что он присутствует только как некое учреждение. Это что означает? Что это означает, что многообразие, которое присутствует в нас, видимо, разных способностей, да, объединены, просто, можно сказать, под одним словом. Можно сказать, что как бы, ну, может, под неким определением, можно так сказать, да. Нет, можно было бы сказать, что это учреждение основано на базе одного тела, скажем, да, или какой-нибудь там, ну, как юридический субъект, как он учреждается, да. Собрались люди, как бы, внесли часть в основной капитал, и учредился как бы новый субъект. То есть вот именно нету ничего реального, да, а есть некое возникновение в смысле утверждения, что оно есть. Здесь не получается ли, что на самом деле та же самая аналогия. Когда ты так говоришь о том, что много разных способов подхода к чему-то нам непонятному, там, с разной стороны, да, то, что можно назвать, с одной стороны, было религиозным чувством, а с другой стороны, понятием Бога, они точно так же не сводятся к одному, да. А мы, ну, мы можем учредить его как одно. Я просто говорил, что у тебя перед этим был вопрос, относятся все эти способности к разным топосам или к одному и тому же. Это первый вопрос. Я как бы просто на него ответил. Я ответил на него, да, они относятся к одному и тому же, просто потому, что они сталкиваются друг с другом. Вот все. А я пытаюсь обсуждать другую возможность. Может получиться, что, допустим, даже если они не относятся. Два варианта. Либо относятся, либо нет. Если не относятся, то точно так же можно понять, опять же, исходя из этих учреждений. Ну, конфликт-то остается. А что нам говорит конфликт? Конфликт в счет состоит. То есть, мы можем предположить, допустим, исходя из каких-то внутренних установок, что в этом субъекте не должно быть противоречия. И можем добиваться того, чтобы его не было. И тогда он может устранять какой-либо конфликт, если возникает. Допустим, говорить о том, что он должен быть один, а не два. Ведь можно было бы сказать, что там богов много, да? И как бы место выси, оно на самом деле не место одного, а место многих. А может быть, как бы, ну и есть же такое представление в религии, что богов может быть много. Почему нет? Точно так же, как и представление об одном субъекте в нас, это тоже представление, можно было бы ему противопоставить, что человек есть на самом деле многообразие субъектов, да? Некая сумма многих субъектов. Просто, то есть получилось бы, там было бы богословие монотеистическое, а здесь было бы богословие как бы политеистическое, и как бы это ничего не мешает. Тут, может быть, все-таки получается, да, мы можем выбрать, поскольку мы же, на самом деле, учреждаем это место, да? И поскольку именно через нас может, абсолют может что-то высказать, да, только через нас, поскольку мы есть та среда, через которую абсолют является. Он же не является как-то в мире в виде объекта, хотя мы обсуждали, что, может быть, человек абсолютно может являться как-то из-за каких-то там явлений природы, там, каких-то объектов, может быть. Но пока, но если так вот вдуматься, на самом деле, даже если через явление природы является, то он является другому человеку, да? А другой человек всегда, всегда будет трудно различить, то ли это только его восприятие, да, то ли это самореальность. Ну, мы, ты же сам говоришь, что этот вопрос не обсуждается. Это ошибка атеистов, на отличие от стихи. Ну да, просто лишний раз еще заехал, да. Так вот, если теперь мы считаем все-таки, что такой топос либо их существует, либо можно учредить, пока без ясного ответа, на самом деле, что является правильным, то можно пытаться обсуждать, что это такое, исходя, допустим, из вот нашей посылки изначально, что Бог есть сознание, а не мышление. Просто структуру, если вспомнить, там, структуру сознания, мы рассматривали это таким способом, что вот есть в нашем сознании есть некое поле интенсивности, да, это поле внимания, то, что я предлагал называть фокусным сознанием. И есть как бы поле меньшей интенсивности, да, это вот поле периферии, да, периферическое сознание. И действительно есть вот некая структура, в котором, как вот в шаре, да, вот есть некий центр, и по мере удаления от этого центра интенсивность падает, падает и падает. И где-то там на какой-то периферии, а поскольку это периферия, по идее, вот наша сфера сознания, она бесконечна, да, где-то на бесконечность эта интенсивность там падает уже там до нуля. Ну, это как бы условно так, если можно вообще обсуждать это в математических таких терминах. Вопрос в следующем сводится, что тогда представление древних, да, вот, античных философов о том, что Бога, Бога надо понимать, исходя из того, что вот есть некий центр, есть периферия, не так, как в христианстве, да, на самом деле, что Бог творит мир из ничего, и Бог как бы вне мира находится. А так, что мир находится в Боге, ну, поскольку все есть в сознании, да, если мы говорим, что Бог есть в сознании, то все есть в сознании, да, а не что мир находится как бы в Боге. И тогда, получается, надо рассуждать именно в терминах центра и периферии. Есть центр, есть периферия, и получается, что бытие имеет, если мы говорим, я сейчас пока бросаю некий термин, потом можно это обсуждать. Бог есть как бы бытие, ну это стандартные представления, и есть в центре того, что можно было назвать фокусным сознанием Бога, это бытие максимальной степени, по мене приближения к периферии оно как бы падает, как-то там, да, есть отношение между центрами периферии, в том отношении, что периферия, она менее интенсивна, там как бы появляется то, что можно было назвать относительным небытием. Небытия как бы нет, но оно в относительном смысле как бы есть. Это просто накладывается на то, что мы понимаем, что сознание наше неоднородное, точнее, не изотропное. Ну и Бриков-то, по-моему, как раз наоборот было, у них перводвижитель был по периметру этой сферы. Это у Аристотеля так, а у Неоплатоников не так. А как раз есть разница, Аристотель, он же понимает Бога как мышление, он ближе к геррибе, а если брать Неоплатоников, а все-таки философия антично завершилась, Неоплатонизм, да, то там как раз мир понимается как эманация, да, из одного. То есть на самом деле как бы получается так, что все есть одно, но просто в разной степени приближенное к этому одному. Что такое эманация? То есть сам Бог как бы изливается, там такая есть метафора, да, и переходит в некие формы. И по мере удаления от одного, да, там вот все больше возрастает степень вот этого небытия. Хотя его нет, но просто в смысле отношения, да, в смысле отношения к этому изначальному одному. Но это надо понимать, понимать сферическим образом. Оно изливается не так, как бы, не, ну а как, есть же симметрия, да. Мы же говорим сейчас, если мы говорим о сознании, то симметрия, она так понимает, что есть некий центр, да, и вот происходит как бы вот, а есть периферия. И структура Бога, она подобна, точнее Бога как сознание, как абсолютное сознание, его структура подобна нашей структуре, структуре нашего сознания. У нас тоже есть некая фокусное сознание, где максимальная интенсивность, а есть периферичество. То, что удивительно, на самом деле, удивительно то, что фокусное сознание, оно не является чем-то зафиксированным. Оно же может передвигаться, и периферия точно так же изменяется. Фокусное сознание может перейти, например, на мышление. Мы полностью заняты мышлением, наше восприятие, наши ощущения и прочее, они находятся как бы в периферии, они тоже присутствуют, но не интенсивно. Или, например, как счастье, я говорю, но интенсивно присутствует, там, всем речи, там, мышление присутствует интенсивно. А все остальное, то, что я как-то сижу, положение равновесия, какие-то ощущения внутренние, там, голод, холод и прочее, они как бы на периферии находятся. Так же и в отношении Бога, да, та же самая модель. Поскольку я еще раз постоянно повторяю одно и то же, что порядок земной, небесный, это как бы один и тот же порядок. Просто по-другому мы не можем выстроить. Если уж мы, как бы, являемся честными и смотрим на это непредвзятое, мы должны понимать, что там по-другому все равно Богу не подойти. Мы должны использовать те аналогии, те метафоры, которые у нас есть. У нас есть метафора нашего сознания, и надо его использовать, чтобы понять, как можно было бы понимать Бога. А сама идея, конечно, надо еще дальше сказать, что она в чем состоит. Она состоит в том, что если мы сами постичь Бога не можем, исходя из мысли, что мы конечные существа, а Бог абсолютный, то есть ситуация здесь такова, что Бог должен в откровении выступать, и Он может выступить в откровении настолько, насколько мы можем его постичь. То есть мы должны приготовить способы, каким образом мы это откровение можем принять. Поэтому у меня метафора такая, что Бог как бы непрерывно находится откровении, и мы должны подготовить способы, чтобы это откровение зафиксировать в каких-то конструкциях. Вот сейчас есть некая конструкция, есть фокусное сознание, оно в шаре бегает, перемещается. Это центр, да, а периферия, она тоже подвижная. Зависит она относительно этого центрального фокусного сознания. На самом деле откровение получается. Если оно сообразуется с нашими способностями, не способно их расширить в самом своем акте откровение, то это значит, что он просто не может нам сказать ничего нового, помимо того, что мы так или иначе можем знать или предполагать, или вообще способны мыслить. Вот как бы мы подготовили, а дальше ждем. А что он нам скажет-то, если в итоге это все будет сообразовываться с нашими способностями? Ну это так, не имеет. Нет, чтобы он как бы перетряхнул все наши способности в этой своей речи откровения. Ну это тогда было бы нарушение нашей свободы. Если бы Бог мог на самом деле сначала бы нас возвысить до себя, дать нам божественные возможности, мышление и так далее, чтобы он мог нам явиться, это тогда было бы покушение на нашу самостоятельность, покушение на нашу автономность, на нашу свободу. То есть вот здесь вот момент свободы очень важен. Так-то, конечно, Бог мог бы, поскольку Он всемогущий, опять же, если мы берем стандартное представление Бога, то, конечно же, Он мог бы человек сделать не таким, каким Он его сделал, а кривым, косим, а мог бы сразу сделать, как бы совершенно. Это же вопрос связан с изначальным вопросом о творении. Почему Он сделал нас людьми такими, а не другими? Почему мир таков, а не иной? Мог бы сразу сделать совершенный мир, где еда бы просто там... Вся планета была бы один большой кусок еды. Почему это для себя самое важное? Нет, ну, потому что без еды невозможно, и мы вынуждены в поте лица добывать свой хлеб. Это не для меня важно, это важно, допустим, для Библии. Но теперь можно просто поговорить уже об общих неких основаниях всякого исследования, что ли, да? Именно в богословском смысле. Ведь на самом деле всякого рода исследованию всегда... всякого рода отрицанию, допустим, или всякого рода богословскому или философскому интересу всегда предшествует некого этого рода утверждения или некого рода бытия. Прежде чем... Прежде чем мы к чему-либо относимся, мы предварительно должны каким-то образом указать, каким оно есть, да? Прежде чем что-то отрицать, мы должны сначала это нечто отрицаемое положить. Когда мы говорим, даже если атеисты говорят, что Бога нет, то сначала они должны некий смысл в виде Бога положить для того, чтобы его отрицать. Они же не могут сказать, что того, чего нет, нет. Если они так выскажут, то это будет просто масло масляное, да? В этом не будет никакой содержательности. Для того, чтобы в отрицании Бога было некая содержательность, необходимо именно сначала нечто положить как смысл, да? Потом этот смысл отрицать. Точно так же, как вот, например, параменинг, когда и говорит о том, что бытие есть, а не бытие нет, это ведь не масло масляное, да? Это ведь на самом деле некого рода утверждение. Но на этом утверждении, если на содержательности этого утверждения, он вообще строит свою философию, да? Из этого дела следуют глубокие выводы. И точно так же, как бы, в любом случае, да? И прежде всего, это касается богословия, что если мы о чем-то обсуждаем, то вот этот смысл того, чего мы обсуждаем, он на самом деле, по какому-то смысле, должен быть положен, должен присутствовать. это просто еще есть один способ, как и можно, исходя из феноменологии, опять же, обратиться к этому, к этой метафоре топоса, да? Топоса абсолюта. Потому что в нашей культуре присутствует этот топос. Богословие – это случится тем способом, что мы, ну, каждый отдельный наш человек, мы являемся наследниками некоторого рода долгого движения, да? Движение, которое началось не нами и кончится тоже, так сказать, и после нас будет продолжаться, да? И любая культура, ну, по крайней мере, та культура, которую мы знаем, она свидетельствует о том, что некое представление о вот таком топосе присутствует. И древняя культура какая-нибудь, и совсем уж древняя, да? Конечно же, там представления об абсолюте, о чем-то вышнем, они там, может быть, какие-то своеобразные, да? Они там имеют какие-то свои специфические формы, но в силу их способности воспринять это, да? Это увы, если... Тем не менее, они присутствуют. И это вот в богословии считается доказательством того, что Бог есть, да? Доказательством от опыта. Что в нашем опыте, в нашем языке, в общем, в культуре и вообще говоря, в любых контекстах, которые мы используем, всегда присутствует вот эта вот топция. Но он как раз связан, если уже брать этот вопрос со сфундаментальной стороны, с тем, что, еще раз повторяю, что всякое отрицание вторично, по отношению ко всякого рода обсуждению, мы сначала должны нечто уже иметь, то есть, если не имеем, сначала нечто положить. Все правильно, да. Единственное, я бы тут немного конкретизировал, потому что то, что отрицание вторично по отношению к утверждению, это как бы некое общее место и это широкое утверждение. А вот если мы, как мы хотели, в перерыве поговорить о вере, то мне кажется, очень важно здесь вот этот вот разговор о сознании и о субъекте, о его пассивности и активности. Вот это ключевой момент, мне кажется. То есть, если классическое философское сознание, ну или субъект, человек, он сугубо активен, вся активность находится на его стороне, а на стороне мира, объекта, всего, что заступает в этот топос, всегда присутствует только пассивность, вот, то тут и возникает ситуация, про которую говорил Булат раньше, в начале семинара, когда мы можем либо признать, либо не признать. Вот так. Там идет разговор о признании. Я как признаю, и никто другой. Поезд идет, я признаю или не признаю. И так далее. Вот. Если же мы посмотрим шире на вопрос и признаем, что на полисе субъекта присутствует не только активность, но он может быть и пассивен, и в то же время активность присутствует и на стороне вот этого вот объекта, то есть, этот топос, да, в него может заступать что-то активное, как человек, как абсолютный субъект, да и мир сам по себе, как бы, да, что он, так сказать, не просто какой-то пластилин, который мы как угодно мнем. Вот. То тут уже речь идет не о признании, а вот об этом доверии, как раз, которая... На чем вырастает всякого рода этика, да, ведь всякого рода этика именно начинается с того, что мы признаем. То есть, да, проговорю еще мысль, которую мы признаем, именно возникает вот эта перерыва у нас была, она состояла в том, что если мы вступаем в отношения с миром, и мы не сугубо активны, а как бы вот пассивны, и мир может быть активен, вот, чтобы вообще вступить в такие отношения, опасные, в общем, в каком-то смысле для нас, да, вот, в том плане, что мы, да, было там все записано. Все записано. Да. Они опасны для нас в том отношении, что не мы ведущие, так сказать, в этом отношении. Чтобы в них вступить, мы должны довериться вот этому миру, абсолютному субъекту, другому человеку, в общем, тому полюсу отношений, с которым мы вступаем в отношениях. довериться. Вот отсюда как бы проистекает вера. Да, но слово вера просто в самом Евангелии, об этом говорят богословы, это не наша выдумка, как это, да, в древнем смысле она понимается именно как доверие, а не как вера в существование или несуществование. То, что мы просто привыкли веру понимать в смысле, там, утверждения либо существования, либо несуществования, а на самом деле вера понимается всегда везде в Евангелии, там, где написано вере, имеется в виду доверие. Либо мы доверяем Богу, либо не доверяем, да, но в любом случае никакого сомнения в существовании Бога в Евангелии нет, да, вот как бы если уж как бы брать именно христианство со стороны его источников, да, то есть, если брать именно истинный смысл того, что говорится, когда имеется в виду вера. То есть у нас как бы она в другом понимании. Я имею в виду в современном языке, в современной культуре она по-другому понимается, да. И еще как бы вот это вот понятие доверия... В каком-то смысле можно перекинуть мостик между тем пониманием и текущим, да, если, допустим, мы говорим о какой-нибудь феноменологии, типа Гуссерля, где говорят, что есть, всегда есть объекты феноменального восприятия, а не просто данность, а не есть. И возможно как бы верить или не верить, что ты воспринимаешь, допустим, сейчас тот стол. Это просто так. Но ничего неизвестно о вот как бы таком реальном статусе этого объекта, его реальном бытии, в том смысле, что является он только объектом его восприятия, или он, так сказать, существует сам по себе и так далее. Ну, всем более-менее понятно, о чем идет речь. Так вот, когда мы видим некий объект восприятия и не можем отрицать, что мы его воспринимаем, но при этом, чтобы как бы отнестись к нему как-то серьезно, так как будто он есть безотносительно, так как будто он не наша фантазия, не плод нашего как бы воображения, не иллюзия, вот, мы как бы должны довериться вот этому восприятию или довериться этому объекту. То есть, да, он есть, но пока только как, вот, так сказать, просто тот полюс наше восприятие, то есть, все еще мы отчасти. Не могу странно говорить, когда говоришь о вещах, говорить о доверии. Хотя, можно, наверное, здесь тоже это слово преломить. Ну, довериться, как бы, вот, допустим... Когда доверяешь человеку, понятно, там, все-таки у человека присутствует активность. А что, значит, ты доверяешься тому, что воспринимаешься? Ну, вот, что это не мираж, допустим, да? Ну, я понимаю, то, что... Может, я пример привел, как можно довериться вещи, да? Или, скорее, наверное, ты, конечно, тут восприятию своему доверяешься. Вот. То есть, получается, доверяешься себе? Ну, не в том смысле, что, вот... Ну, тут еще вот можно вопрос этики поднять. Опять же, вот, слово доверие очень связано как раз с этикой. Не, ну, просто я объясню, да? То есть, вот, весь мир может быть миражом. Вот. Если бы... Если бы он мираж, то тогда наши какие-то действия этические, неэтические, да? Даже просто прагматические, они все как-то странные и смешные. Вот. Что мы тут, так сказать, волнуемся, суетимся, пытаемся чего-то добиться, к чему-то относимся серьезно, о чем-то переживаем, да? Если... Весь этот мир мираж. Вот. Чтобы действовать серьезно в этом беде, надо, как бы, довериться ему. Вот. Вот в этом плане. Довериться в смысле его бытия. Довериться тому, что его бытие, как бы, основательно и основано не только в нас. Вот, как-то так. Значит, это, на самом деле, похоже на ходительское. Да. Отношение, наша ответственность какую-то взять. Потому что, что такое доверие? Это значит, какое-то отношение не то, что взять ответственность на себя за весь мир, а как бы вступить в некую ответственность со всем другим. Ну, да. Но как бы воспринять все происходящее вокруг всерьез. Вот я его называю что-то так-то. Просто несколько слов по поводу этики. Опять же, что вот если мы говорим о том, что в этику вступает, могут вступить только люди, да, там. Есть еще абсолютный субъект, в этику может вступить абсолютный тоже субъект, как некая личность. Можно обобщить это тем способом, что в этику вступает только личность, да. И вот в этике точно так же присутствует это доверие. Даже если не брать абсолютный субъект, а брать отношения между двумя людьми, как своего рода пример, да, отношения между личностями, то опять же мы же другой личности доверяем, мы просто верим, да, мысли доверяем для того, что вот она будет руководствоваться некого рода принципами, что она будет некоторого рода там постоянно в каком-то отношении, да, то есть она будет проявляться определенным образом. В этом состоит наше доверие. что она не будет нас обманывать и прочее, да, что... Или мы, допустим, если брать уже чисто этот теоретический аспект, то это будет означать, что когда мы другого, другую личность наделяем такими же способностями, как мы, да, что вот она имеет свободу, что она будет руководствоваться с этическими принципами, то мы имеем в виду, что она такая же другая личность, такая же, как я, да, что мы этой личности, вот эти... ее свойства... как это называется? не декларируем, а как это называется? Делегируем. Делегируем, да, делегируем, да, но вначале это выглядит как доверие, вот как вот депутат выдвигает, да, то есть мы делегируем другой личности некоторого рода этические аспекты, да, а потом просто удостоверяемся, что это так. Или, например, удостоверяемся, что это не так. Но изначально мы всегда вступаем вот в этом отношении, да, что мы всегда как бы первоначально всегда выступаем в том смысле, что мы считаем, что другой человек, если мы этически поступаем, ведь это и есть как бы принцип этики, что я отношусь к другому человеку как к равному себе, и если я выступаю с ним в этическое отношение, то я изначально верю в то, что он будет действовать соответственно, да, соответственно, с какими-то этическими принципами, да, что он будет действовать правильно. Вот это, опять же, основа этики, в принципе. С другой стороны, если наоборот, я изначально человеку не доверяю, я говорю, что я людям не верю, они там злые, они там обманывают, они там мошенники, жулики и прочее, то я никогда не смогу с ними вступить ни в какую этику. Я просто замкнулся в некую сферу индивидуальности своей, я оказываюсь постоянно в этой сфере субъективности. Никакой невозможный выход, никакая интерсубъективность здесь не возникнет, никогда другой здесь не появится, потому что для меня другой всегда будет в модусе чего-то там ничтожного, то есть чего-то, что не достойно быть таким же, как я. Модусе и животного, там, не знаю, модусе, может быть, даже и вещи. Или в модусе, как у Хадегри, есть люди, просто как бы другие, но они такие, как я, просто какие-то там другие, какая-то толпа, непонятно, что масса какая-то там. Мы как бы даже больше понимаем об отношении, когда это все разбираем, чем может быть понимали раньше мы понимаем что вот если что-то вступает чем-то в отношении они как бы друг по отношению к другу раскрываются не как бы вот эти вот замкнуты свою раскрывают и становятся как бы друг от друга ну зависимы в этом отношении они друг другом взаимообусловлены и так далее ну не знаю как допустим канал связи проложили вот и все как бы и с той стороны и с другой стороны могут вирусы прислать понимаешь если как бы бронвауру снял все если бы активность была на одной стороне можно было бы не переживать как бы ты гонишь туда информацию а там как бы употреблять но другому не доверяешь ты можешь быть насторожей всегда да но нет вот это если бы допустим как бы просто диктовал ему вот и вступал в такие отношения что ты ему как бы отдавал просто там не знаю какие-то инструкции не знаю или просто что-то там туда отправлял в одностороннем порядке как бы вот так асимметрично вот но как только как бы вот такая асимметричность нарушается и появляется какая-то обратная связь появляется как бы вот пассивно-активная смесь отношений вот тут 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 же это такой психологии даже есть термин такой double bind двойной захват это там психиатр там вроде как бы психиатр приходит пациент вот лечиться и как бы психиатр там или психолог он в отношении этого больного он вот как вот этот субъект в отношении объекта он как бы вроде защищен но даже психианализе возникает такое понятие какой-то двойной захват когда пациент и как бы и врач вступают во взаимное как бы вот взаимоотношение такое что оба как бы друг от друга зависит и любой как бы неосторожный шаг может повредить обоим не одному как кому-то а обоим но действие еще и самое то интересное что если человек запирается внутри своей субъективной сферы то на самом деле он весь мир как бы обесцвищивает то есть он превращает его то есть перестает весь мир предельно становится чем-то там однородным потому что вот тут есть некая аналогия как вот есть скажем там физики это вот две частицы они видны два протона допустим они отталкиваются отталкивают ситуацию на каком-то уровне начинается сильным с помощью сильного взаимодействия притягивается да вот то есть здесь тоже есть своего рода вот такая логика что каждый из нас он сам по себе не пускает в личную сферу другого человека но на определенном уровне до взаимодействия он на самом деле возникает вот эта вот открытость да и возникает сильная связь да это вот сильная связь она обогащает мир правильный термин когда человек замыкает в своей сфере это человек очень сильно обедняет свой мир потому что все он воспринимает в модусе вот этой субъективности да все он не дозволяет ни чему войти другому там все входит только исключительно санкционируемые им же да он только санкционирует возможность кому-то войти там в него давайте его сферу его личного пространства просто такой человеком и изначально как вот оказывается в одиночестве что можно сказать именно в таком фундаментальном смысле и он она разрывается только тем способом что если человек может рискнуть да вот на общение то есть он должен как будто открыться буквально смысле да как бы дать возможность быть другому другим на дать возможность лимутом состояться а для этого должны приостановить вот это вот свое признание не признание leer должен какполь снять какую-то броню как угодно зачем нетге не признание другого доверие то что ты говоришь долить доверись у другому и то есть начала этики но на самом деле она в более фундаментальны что почему просто этика которая подразумевает как правильное поведение но именно есть просто так уходили на логическое некоснование в принципе нашего сообщения со всем миром то есть прежде всего с людьми для нас как бы мир именно вот если мы хотим с этим миром сообщаться всегда открывать вот этой модности рискованность нельзя на самом деле запастись надежностью на все случаи жизни заранее до везде соломку постелите прочее нам вынуждены рисковать иногда этот риск на самом деле даже чреват может быть каким-то в роду осложнение бюджета вплоть до смерти но тем не менее так уж устроена жизнь тот кто рискует тот в итоге в этой жизни что-то не то что приобретает что разговор приобретения опять бы разговор субъективности до сходят то есть вот разгромен в экономическом смысле человек рискует экономически да я вам типа что-то приобретает но этот риск экономический все равно обратно просто те способом что это просто работа та же самая субъективность то есть субъективность просто немножко рискуя собой она пытается получить при речь не идет даже о прибыли а речь идет именно о том что либо либо мир либо мы общаемся с миром либо нет либо мы либо мы живем на самом настоящем мире богатым возможностями либо на самом деле мы оказываемся в этой субъективной сфере одиночества да вот объединенные до собственных возможностей точно так же ведь богом да вот теперь если мы обсудили эту проблему связанное взаимодействием просто двух личностей да просто двух людей и та же самая логика поскольку порядок земной в порядке нет без нас это также надо перенести но взаимоотношения как у личности всё абсолютное сознание и наше сознание да всё то же самое все те тоже самое отношения если мы закрываем от себя от этого абсолютно субъекта мы точно так же просто объединяя словами ночью даже восстановиться чем-то как бы в этом мире перед какой-то красти нет там просто выход заются по этом какого то наше или просто села человека который живет без представления в абсолютном субъект и ну просто что чего-то у него в жизни нет. Конечно же, есть много чего другого, но чего-то фундаментально важного, чего есть у других людей, этого у него нет. И точно так же мы можем обогатить свой мир с помощью представления об абсолютном субъекте, если просто рискнем допустить, что такой субъект существует. Если мы пустим в свою жизнь такое представление. Это как прилипий. Тот самый риск, что жить в мире так, как если бы существовал Бог. Это же все-таки все вроде риск, потому что, а вдруг Бога нет. Не получается, что всю жизнь ты прожил зря. В другом нет. А кто на ней дочь про Танечку? Когда в классе учитель объясняет им, доказывает, что Бога нет. Доказывает, что тогда он не хочет. Ну, поднимите руки, кто значит верит, что Бога нет. Все подняли, кроме одного мальчика. Говорит, почему, мол, не поднимаешь руку? Тот говорит, ну, если на самом деле Бога нет, а, нет, там надо было поднять, то покажите Богу кукиш. Почему ты не показал Богу кукиш? Потому что, если на самом деле его нет, то это глупо показывать. Кукиш тому, кому нет. А если он есть, то я не хочу проблем. Это похоже на позицию Паскаля. Паскаль говорит о том, что если Бога нету, да, вот именно в смысле существования, да, то получается, мы ничего не потеряем. Вот смотри, если мы будем действовать и исходить из того, что Бог в мире есть, все наше поведение будет нацелено на Бог, то мы ничего не потеряем, что если на самом деле выяснится, что Бога нет, да, ну, все равно умрем. А если Бог есть, то мы много что приобретем. И получается, даже с точки зрения некого прагматизма, выгодно, да, как бы, такого прагматизма и религиозного, да, что выгодно действовать, исходя из предположения, что Бог есть. Вот такая позиция у Паскаля была. Ну, по некоторому вроде а не тот, но на самом деле, опять же, просто иным образом эту позицию резюмирует. Но если брать, опять же, взаимоотношения, да, что мы должны очень бережно относиться ко всем вот этим топосам, которые у нас есть. В частности, вот топос, связанный с Богом. Некоторые французские философы доходили до того, что они считали, что даже очень существенно, серьезно относиться там всякого рода к таким вещам, как гороскопы, там, и прочее, прочее, всякого рода, хиромантию. Почему? Потому что потому что та же самая богатство содержательности мира. То есть мы, когда слишком рационально, слишком наукообразно подходим к миру, то ведь наука же чем занимается? Она просто отметает все возможности. Остаются только какие-то определенные возможности. Мы просто объединяем наш мир. А если мы допускаем всякого рода такую загадочность и магической сферы, инопланетян и прочее, то наш мир становится более интересным. Надо понимать только правильно цель, для чего это нужно. Если с точки зрения неграмотного человека, то может у него просто и других представлений и принципов возникнуть не может. Вопрос о богатстве мира, а не о том, чтобы отдельный индивид наставить только на гороскопах и всего, и никакое другое содержание ему недоступно. Как раз вопрос идет о том, чтобы мир был некого рода огромным, многообразным, которым могли бы реализоваться разного рода возможности. Одна из возможностей существования абсолютного сознания, а другие возможности связаны может быть с магией, с инопланетянами, еще с какими-то вещами. То есть к всему к этому надо просто относиться как к некому роду содержательности, которая нас обогащает. Я вот, например, даже бывает совершенно безумные вещи слушаю и читаю. А что, что ангелолога над ангелологом издевался-то? Как бы он обогащал, понимаешь? Занимаются люди ангелологией, демонологией, обогащают Вот этот разговор, кстати, очень характерен для Картасара и для Борхиса. Они почему-то очень любят эти темы. Это разговор о том, что мир как бы есть своего рода энциклопедия, в котором есть все многообразие имеет смысл. Не так, на самом деле, что есть некие избранные статьи, они правильные, а все остальные статьи надо просто выбросить из этой энциклопедии. И у нас получится какой-то обедненный серенький мир, в котором будет условно говоря определенного рода количество статей. А все, что человечество за всю историю наработало, обогатило, представление, например, о вампирах, которые сейчас развиваются, о инопланетях, и прочее, и прочее, мы немножко отклонились от богословия, для того, чтобы просто показать более широкую позицию. А если говорить о богословском плане, то как раз важно было бы обсуждать, что отрицание представления об Абсолюте, оно вот чревато тем, что просто мир, в котором мы живем, становится скучным. Ну, скучно, конечно, жить в мире, где нет возможности осуществления какого-то, свое рода, интересных возможностей. Можно даже к этому так подходить. Неинтересно, но жизнь у нас и тогда получается короткая жизнь, ничего не этого, все ясность нам дает наука. Более интересно было бы жить, если бы существовало все-таки абсолютное сознание и понятно было бы куда двигаться. Но я это уже высказывал один раз, что тогда получается, что осмысленно на самом деле жизнь становится, что можно тогда что-то делать, есть куда двигаться. А если есть абсолютное сознание, но непонятно куда двигаться? Абсолютное сознание как топос есть в любом случае. Просто видишь, в чем еще поддержка такой позиции, что абсолютное знание как топос в любом случае есть. Вопрос, еще раз говорю, не в религиозном смысле ставится, а вопрос ставится в смысле возможности. Вот, допустим, я что-то размышляю, и так или иначе, получается, изучая Аристотеля, наталкивается, что у Аристотеля есть представление о перводвигателе, о божестве. Ну, что мне это, не заниматься этим, сказать, что это глупость, что ли? Ну, получается, это обеднить Аристотеля. А Гегель занимался теологией, что ли, не заниматься Гегелем, что теперь? Тогда его вообще невозможно понять. Гегель вообще говоря, в большей степени может быть теолог, чем философ, на самом деле. Ну, просто, просто в нашей стране принято, как бы, в своем роде марсистское столкование Гегеля, и поэтому там постоянно утверждают, что в нем Гегель философ. На самом деле, вся его философия есть не что-либо, как теология. И в большей степени даже теология, чем философия. И так можно пройтись по всем философам, и везде выяснится, что все занимались с этим вопросом. И мы занимались. Спасибо за внимание.